Вот, сегодня, друзья, хотела с вами опять поговорить, вы знаете, продолжить свой рассказ. Да что ж ты будешь делать? Это что они такое тут делают, объясните мне. Обычно такие пушки с пристани палят, когда у нас регата. Сегодня регаты нет никакой, не надо меня пугать. Хотела, да, что я начала? Первая пушка стрельнула, я все забыла. Второй раз стрельнула пушка, я вспомнила, что я забыла. Работает супер. Вот. Ай-я-я-я, ветер, ну что ты будешь делать? Вот видите, сидела здесь на таких живописных камушках, но ветер не дал посидеть. Ухожу, ухожу. Ушла с побережья, друзья. Невозможно ветер. Будете обижаться на меня, что ничего не слышно. Я никак не могу вам снять красивую севью. А ведь на море. Вот, ну я, вы знаете, я же гуляю в семью, в севью. Это называется вилоч, у нас севью. Вот этот вот замечательный отель я вам показывала как-то. У меня люди спрашивали, как красиво. Черненький домик. Показали бы вы нам поближе. Ну вот я показываю вам его поближе. Вы знаете, это не просто домик. Это популярный отель в севью. На берегу моря. Сейчас покажу его. С другой стороны, это тыльная сторона. Видите, вот это вот садик такой. Ну, сейчас спущусь, покажу вам немножко. Хотя написано опять private property, нельзя идти. Ну вот, отель называется Анкор. Друзья, посмотрите. Хочу и показать, почему называется Анкор и почему здесь так. Анкор это, как вы понимаете, якорь. Ну и вот видите, здесь на самом видном месте такой настоящий якорь заржавленный. Ну, красивый дом. Ну, покажу вам все-таки его с другой стороны. Вот он отель этот, с другой стороны. Анкор, который смотрится красиво. И здесь тоже, если вы видите, такой же заржавленный стоит якорь. И я прошла вот туда, вы знаете, вам показать дворик. И уже там выскочили security. Смотрите, и меня чуть не арестовали. Мне не привыкать. Вот он этот опять другой уже. Анкор, якорь огромный. Это не муляж, друзья, это настоящий якорь. Представляете, какой громадный. Вот название отеля. И вот такой сам отель. Не была внутри, не знаю. Ну вот, показываю вам его со всех сторон. Слышный. Коль скоро спрашивали. Красивое здание. Вот и посмотрите его. Здание отеля. А на побережье у нас какой-то праздник, судя по всему. Вот, видите, украшена набережная. Людей сегодня очень много. Вот. Но в связи с тем, что ветер, друзья, не получается у меня опять. Мой рассказ. Что ж ты будешь делать, а? Как только, так сразу. Ну, это вот я поднялась. Я сидела внизу. И я поднялась сюда. Думала, что здесь что-то мы сможем с вами обсудить. Но получается опять. Посмотрите, какая лаванда красивая. Это же любимые цветы английские. Вы знаете лаванда. Она везде пахнет. Она, конечно, великолепна. И фирмы лавандовые, и очень ее много везде. Англичане обожают запах лаванды. И вот люди гуляют, балдеют и не парятся, что ветер дует. А я все ищу какие-то закутки и укромные места, чтобы вам показать, поговорить. Ну, не знаю. Вот этот яхт-клуб, видите, я спряталась за угол. Но вид опять один и тот же. Не будет вам интересно. Но пока я здесь стою за уголочком, я вам еще кое-что расскажу, друзья. Посмотрите. Это вот этот впереди, там вдалеке, на горизонте. Вот этот форт, который много раз я вам показывала. Который был построен для защиты Англии от французского флота. От неприятеля французского, скажем так. Вот. Ну и он не пригодился. Они так и остались, эти фортификационные сооружения. Очень огромные. Я вам говорила, что хочет кто-то его купить, выкупить. И кто-то хочет там сделать отель. Но вы знаете, самое интересное, что он уже сделан, оказывается. И в Портсмассе продаются билеты. И в Портсмассе. Портсмасс это напротив. Вот то, что мы с вами видим сейчас, белое такое побережье. Это на Мэйнленд, на основной земле, английском материке. Вот там пристань. Оттуда ближе, чем от нас. Ну и потом там все-таки земля. Большая земля, как вы понимаете. Людей больше. То есть вот оттуда ходят катера уже давно. Наверное, где-то около года. Как построено там. Вот на этом форте там построен отель. Великолепный. Очень дорогой, друзья. И даже я вам скину, как обычно, в ссылочке. Сайт на него. Я его находила. Найти трудно. Он называется почему-то Портсмасс отель. Не знаю уж почему. Вот, и там красота неописуемая. Скину вам, посмотрите этот сайт. Потому что мне-то туда вас привезти вряд ли удастся. Но, в общем, какой-то удачливый бизнесмен, вероятно, с большими деньгами, вот приспособил вот этот форт. И я думаю, что у него бизнес процветает. Потому что там все время заняты номера, как я смотрю. Ну вот увидите на сайте, который я вам скину. Вот нашла информацию, друзья. Видите, у нас в Севью, оказывается, тоже регаты проходят. Вот здесь, в Яхт-клубе. 21, 22 и 23 августа. Будет регата. Утром. Но я, к сожалению, работаю. Не получится вам показать. Ну и вот, вы знаете, стоит немножко даже украсить эту набережду. Вот в связи с регатой, видите, украсили ее красивыми такими флажками. И она уже смотрится так празднично. И необычно, видите. Скорее всего, это морза, да? Может быть, что-то написано. Или, может быть, это просто флаги разные, не знаю. Здесь вот, чем дальше я иду, тем больше вижу людей. Видите? Вот там на камнях живописно расположились. И здесь везде. Очень красиво, друзья. Очень живописная тоже у нас набережная на Севью. Согласитесь? Со мной, да? Вот. Ну вот, я тут присела немножко посидеть тоже. Потому что все отдыхают. Все балдеют. Вот. И я хочу немножко посидеть. И хочу вам, знаете, что рассказать, друзья. Все-таки расскажу. Вот у меня спросили. Да и я сама, наверное, сказала, что все-таки здесь, в Англии, легче познакомиться с мужчиной. Легче встретиться. И я на этом настаиваю. Потому что, вот, представляете вы, наверное, да? Что у нас недостаток мужчин в России. И получается, что найти, вот, например, кто-то мне писал, где женщины писали, что, как, можно ли найти в 45-50 лет, а то и старше мужчин. Ну, вот, и я так понимаю, что в России у этих женщин после 45-50, не говоря уже обо мне, после 60-50, вы знаете я, да? Вот, уже ни о какой личной жизни разговор не ведется. Потому что эти люди просто, либо, я извиняюсь, я имею в виду женщины, да? Либо они живут одни и говорят, что, ну и ладно. Как говорится, проживу я одна, без проблем. Либо они заводят каких-то любовников, может быть, даже женатых, несмотря ни на что. Потому что жизнь требует свое. Но это все ужасно. Может быть, кто-то со мной, я говорю, не согласится. Но у меня вот такое вот впечатление. И так я себя ощущала, когда я жила в России. А здесь, еще раз вам говорю, что познакомиться гораздо легче мужчин. Одиноких здесь в Англии очень много. Один, конечно, минус большой. То, что если они разведенные, то после развода мужчина остается гол, как сокол. Потому что, как ни странно, суд при разводе, английский суд, он всегда встает на сторону женщины. И мужчине, в общем, ничего не остается, а все остается женщине. Ну, наверное, потому что все-таки дети остаются с женщиной. В общем, такая история для меня непонятная. Но вот так происходит. Поэтому, конечно, лучше смотреть, искать вдовцов или одиноких сингл, которые здесь тоже. Их очень много. Так, хочу вам что-то показать, друзья. Посмотрите. Коллекция пополнилась. Кто помнит, я вам уже показывала на шариках коллекцию. Кто-то вяжет. Вот крабик был у нас. А теперь вот еще. Сейчас ближе покажу вам. Я балдею. По-моему, какая-то рыбка на шаре. Подобраться не могу. Лодки, видите? Поближе не могу подобраться. Посмотрите. И не лень же кому-то обвязывать эти шарики. Это вот тут у нас давно уже, как я рассказывала, те, кто смотрит мои видео, уже видели таких уже 5 шариков обвязанных. Второй раз я их вам показывать не буду. Вот. Вернемся к мужчинам нашим. Здесь как встречаются мужчины и женщины. Где можно встретиться двум одиночествам, как говорится. Вы знаете, я не буду здесь опять оригинальной. Я вам скажу, что встречаются они тоже в соцсетях. Очень знаменитая и популярна Бада. Но не знаю я, не уверена, что Бада будет, может быть, хорошим, как сказать, вот тем, что я посоветую, хороший сайт знакомств для русских женщин. Потому что в основном на Бада там англичане, ну или какие-то европейцы, они предпочитают недалеко, женщин недалеко. Поэтому русских женщин перспектива вряд ли, наверное, найти. Если вы скажете, что вы живете в России, они переписываться не останут, потому что уже как-то это все отошло далеко. Как мне кто-то сказал, что сейчас тайки модно, в Англии модно тайков брать в жены. Ну, не знаю, может быть. Хотя, конечно, здесь и много тайков. Обычно это такой неравный брак и очень неравный. На 30 лет разница пожилые англичане предпочитают молоденьких брать. Вот представьте, ему 60, а ей 30, да? Это же просто супер, и почему бы не жениться, называется, да? Вот как-то так. Вы посмотрите, люди купаются. Боже, а я даже купальник не взяла. И я что-то... Ой, там вдалеке, наверное, теплая вода. Как жаль, что я не взяла купальник. А вдалеке, посмотрите, как красиво эти парусники. Боже, опять отвлекаюсь. Я продвигаюсь по знакомому пирсику. Видите, очень красивый вид. Бирюзовая вода. Супер. И просто меня удивили англичане, то, что они плавают и купаются. Это отступление, друзья, извините. Ну, вот то, что я вам говорила. Значит, знакомятся на сайтах. Бывают знакомятся в павах, конечно. Бывают знакомятся на каких-то вечеринках, в каких-то клубах по интересам. Вот дансинг-клубы, я знаю, да? Ходят туда тоже одинокие. Особенно говорят еще в большой теннис, когда играют. Тоже можно познакомиться. Ну, вот как-то, может быть, очень-очень редкие. Да и то. Для меня этот вопрос, скорее всего, закрыт, потому что у меня плохой английский, как я сказала. И чтобы вести какую-то интеллектуальную беседу, я могу по-русски ее вести, по-английски не могу. Для меня вопрос отпадает. Потому что мне хочется все-таки найти мужчину своего уровня, интеллигентного какого-то. А не получится при моем английском семилетнего ребенка. Но, тем не менее, вот еще раз вам говорю, люди встречаются. Чаще всего даже есть такие еще объявления, вы знаете, в газетах. Одинокие people to people называется. Тоже по районам даже люди подают объявления. Это сейчас даже не считается ничем таким зазорным или чем-то таким странным. Подают объявления как мужчины, так и женщины. И в своей вот неподалеку, в своей area, это, как сказать, в своем районе. Я уже что-то русские слова забыла. В своем районе. И встречаются на кофе, на чай. Потом переходят к более серьезным отношениям, если им это надо. Но жениться, наверное, вряд ли кто-то хочет. Но человека найти элементарно можно. И вот, когда мне говорят, ой, а что же вы там не возвращаетесь сюда. А что вам там, вот у вас квартира такая холодная. И у вас там и работы нет. И, в общем, и чего вы там сидите. Семья у меня, конечно, тоже вся в России. И дочка у меня. Люди спрашивали, а что вы не рассказываете про свою дочку. Дочка у меня живет в Подмосковье. С семьей. У меня два внука. Живут они все прекрасно. Вот зять у меня был в 2015 году. Помогал мне машину покупать, я рассказывала. А дочка нет, не приезжала. У нее сначала был маленький ребенок. А сейчас она сказала, вообще не хочу. Не нравится мне ваш этот запад. Терпеть не могу. А тем более, что Андрей, ее вот муж, который был у меня, мой сан-ин-ло, он раскритиковал Англию. Англия ему не понравилась. Вот. Ну и вообще, скажем так, у них своя жизнь, а у меня своя. Поэтому, что я могу сказать. Все прекрасно. Каждый живет сам по себе. Так вот, я возвращаюсь к чему? К тому, что, например, в России, если бы я вернулась, ну и что? 63 года. Там бы мне сказали, бабка старая. Опустили бы меня сразу. Как вот даже мне некоторые мои подписчики, которые моложе, может быть, 40 лет, так и пишут. Вы в пожилом возрасте. Вы знаете, как-то немножко коробит даже. Я не считаю, что я в пожилом возрасте. В пожилом возрасте я буду, когда мне будет 80. А сейчас я молодая девушка. Вот. И я еще раз говорю, что здесь, да, здесь такого никогда не скажут англичане, что за 60 лет пожилой возраст. Никогда. У них пожилой, считается, называется сеньор. И вот в пожилом возрасте. Считается за 80 лет. Вот тогда они уже говорят. Да и то они так не скажут. Они скажут просто сеньор. Такой, ну, как даже это. Ну, вот сеньор называется у них. Люди вот такие престарелые, как у нас говорится. А у нас спокойно скажут тебе, обхамят, что ты бабка, что ты тут вообще порхаешься. Вот представьте, я куда-нибудь на дискотеку бы пришла в России. Да и вообще какой-то кошмар. Я бы и не пошла, конечно. А здесь почему бы и нет. У моего возраста и старше люди ходят. И, как я вам тоже говорила, вот я познакомилась с Мартином. Вы знаете, первый раз это я, когда я стала так уже конкретно искать кого-то. Потому что одной тоже как-то плохо. И я три года в себя прийти не могла. Не потому что я страшно любила своего мужа, как мне тут многие говорят. Нет, 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 это история другая. Ну, просто очень тяжело было. И очень дался мне вот этот вот раздел имущества. После того, как он умер по завещанию с его дочерью. Это было ужасно. Я потратила очень много нервов и времени. И, в общем, мне было не до мужчин. И поэтому только спустя три года я стала серьезно заниматься поиском какого-то, каких-то серьезных отношений. И вот у меня Мартин выскочил. Я извиняюсь, как черт из собакерки. Я до сих пор не понимаю, как произошло это. Как он меня нашел. То, что он меня сам нашел. Он позвонил. Предложил встретиться. И вот у нас все закрутилось-закрутилось. Встречались мы долго. Но, вы знаете, я очень, как я уже сказала, ему благодарна за то, что он меня вернул к жизни. За то, что я поняла, что я могу еще нравиться. Что у меня еще может быть какая-то любовь, какие-то отношения. Я не знаю. Влюблены мы были оба. Друг в друга. Ну, вот не сложилось. Я, несмотря ни на что, уже это прошло довольно долго времени. Он несколько раз звонил. Он предлагал, знаете, просто остаться друзьями. Но я не захотела. Зачем это надо? Отрезать собаке хвост по кусочкам, как я ему сказала. Ты мне очень нравишься. Мне это будет тяжело. Поэтому давай лучше тогда расстанемся. Если у нас разные отношения к жизни. Если у нас разные впечатления о будущем. То лучше нам расстаться. Вот так. Ну, вот у меня получилось так намешано. Опять сумбурно мое видео, друзья. Обо всем. И ни о чем. Вот. Просто гуляю. Вы уже меня знаете. Я показала вам немножко, когда рассказывала. Вот люди вокруг. Наверное, вы смотрите. И вы видите. Что преобладают пожилые люди. Пары пожилые. Вот хотела вам пару снять. Одну настолько колоритную. По-моему, лет им по 75. Она блондинка. С длинными волосами до пояса. Не до плеч, а до пояса. Представляете? Распущенные длинные волосы. Женщина. Старше 75. Она в шортах. У нее, конечно, все дряблые ноги. Но ее абсолютно это не волнует. И муж рядом с ней. Такой же тоже бодрый старичок. Вот. Неудобно было включать камеру прямо им в лицо. Я увидела уже поздно. Вот опять говорю о том, что мне этим нравится. Ну, друзья, на этом все. Пока. Я вам расскажу о своей новой встрече. Как я клин клином вышибала. После Мартина познакомилась с другим мужчиной. В другом моем видео. Всего вам доброго. Увидимся. Еще раз с Яблочным Спасом всех поздравляю. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Продолжение следует...